Весы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на январь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие. Именно на январь месяца вам нужно ваше благородство, ваше знание, ваша мудрость в начале месяца именно ее включать. Потому что здесь, знаете, здесь как будто дается то возможности благородно относиться к людьми, которые рядом с вами, благородно относиться к той работе, которую вы ее делаете, которую выполнять. Здесь именно в начале требуется от вас вот это. Давайте посмотрим следующая карта на начале месяца. Это карта смерти. Здесь может быть завершение чего-то старое. Для того, чтобы у вас происходило что-то новое в вашей жизни, здесь может быть то, что уход от каких-то отношений, завершить каких-то отношений, завершить какую-то старую работу. И здесь будет четко вот именно, чтобы вы осознали, вот чтобы как вы идете дальше. Вот именно для того, чтобы начать что-то новое в вашей жизни, вы должны завершить что-то старое в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта, что касается пятерка жезлов. Смотрите аккуратно, потому что в начале месяца, из-за того, что может вы захотите что-то разрушить в вашей жизни, уйти от каких-то отношений рабочих. Здесь могут быть конфликты, может быть люди то, что не захотят вас просто так отпускать. Поэтому здесь, если вы понимаете, что в вашей жизни это будет происходить, обойти стороной. Потому что здесь, чтобы вы не потеряли вашу энергию, вашу ту радость, которая у вас есть, вы должны вот это все сохранить. И просто оставить людей сами, вот именно конфликтовать между ними там. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, что у вас это пятерка кубков. Здесь может быть семейные какие-то конфликты. Здесь может какие-то спорные вопросы, именно по родовой. Может быть, если у вас для мужчины, здесь быть с вашей женой. Здесь может то, что касаться, то, что как бы завершение каких-то отношений. И здесь женщина может то, что не согласится. Если это для вас, как женщина, здесь может быть у вас какие-то спорные дела с вашим мужчиной, с вашим вот именно мужем, или то, что у вас есть стабильные и длительные отношения. Давайте посмотрим следующая карта, мои дорогие, это на середине. Рыцарь Жезл. Даже то, что вы горите изнутри, даже то, что может что-то не получается, вот именно в январь месяца, вы все-таки взлетаете. Вы не остаетесь вот в то состояние, когда вам плохо. Все-таки даже, знаете, через какие-то трудности, преграды, все-таки идите, идете вперед. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие, пятерка мечей. Но смотрите, в середине проблема, вот проблема именно в середине января, ее нету. Но вы стоите на страже в порядке. Вот именно ваши это страхи, что вот может вначале вы конфликтовали вот с людьми, а вот в середине опять может это повториться. Но здесь нет, это только ваши страхи. Здесь только то, что вы думаете, что это может произойти. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, мои дорогие, восьмерка Жезлов. У вас происходит именно уже под конец января, может наладив, наладжение каких-то вот ситуаций в вашей жизни, идут быстрые перемены. Может быть для некоторых, здесь может получение какой-то информации, может кто-то о себе будет дать знать, может кто-то напишет, что вы ожидали из вашего прошлого, только вот боялись, что он не пишет. Но здесь какие-то перемены однозначно идут. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, мои дорогие, девятка мечей. Почему у вас происходит вот именно эти перемены? Из-за того, что вы осознаете, что вы должны что-то оставить в прошлом, вы что-то должны, знаете, не обращать на какие-то ситуации внимания. И благодаря вашей осознанию, что что-то неправильно в вашей жизни идет, и даже то, что осознание, что вам больно, вы идете вперед, и у вас вот это движение вперед и идет. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшие силы советуют вам. Это восьмерка кубков. Закрыться от, уходить от своего прошлого. Здесь почему происходит вот именно то, что перемены? Потому что благодаря вашей осознанию, когда у вас что-то не происходит, то, что вы находитесь, то, что у вас имеются те отношения, когда у вас нету чувства, эмоций, нету любви, здесь благодаря этого, то, что вы идете вперед, у вас, знаете, перемены идут. Но здесь смотрите, то, что закрываться или уйти не нужно от всех людей. Вы должны четко осознать и понимать, от кого вам нужно закрываться и в какую сторону делать эти перемены. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, там будет больше расклада финансов.